2021 можно назвать годом улучшенных экранов в устройствах apple ipad pro с liquid rating на про модели iphone с адаптивной частотой обновления и хорошей яркостью новый macbook 14 16 дюймов получили 120 герц конечно же увеличенная диагональ apple watch в принципе все нововведения последнего поколения часов и крутятся вокруг этого самого экрана изобретать велосипед в apple не стали на все остальные фишки над которыми я более чем уверен уже работают секретных лабораториях купертина приберегли для series 8 но достаточно ли одного экрана чтобы задуматься о покупке обновленной модели привет apple watch series 7 два месяца спустя небольшие итоги использования что хорошо что не очень и немного про браслеты о которых по непонятным мне причинам практически никто не рассказывает хотя эти штуки меняют восприятие часов даже больше чем какой-нибудь увеличенный экран вопреки ожидания аналитиков и предсказания инсайдеров series 7 не получили кардинально другой дизайн и в apple продолжают придерживаться концепции скругленной грани корпуса и стекла если не брать во внимание новые расцветки и циферблат контур то сразу идентифицировать вас как владельца последнего поколения часов от apple будет просто невозможно да и в принципе никаких прям невероятно полезных фишек и функций инженеры и разработчики не предложили в 2021 кроме конечно экрана кстати что касается циферблата контур на картинках и видео он выглядит симпатичнее чем в жизни если в активном состоянии очень даже ничего то в режиме always он циферблат не особо выдающийся хотя конечно это дело вкуса предпочту использовать свою старую добрую калифорнию в цвете манга практически у каждого циферблата есть своя история и аналог классических часах о чем я делал отдельный ролик посмотреть если не видели немного истории поможет оценить проделанную дизайнерами apple работу по адаптации циферблатов некоторым из которых на минуточку уже более 100 лет если говорить про экран как главные фишки новых apple watch то у него есть три улучшенные характеристики размер яркости прочность стекла увеличенный экран конечно глобально не меняет взаимодействие с устройством но однозначно понравится если вы все-таки решите купить себе седьмую серию это как 120 герц в айфоне просто приятно на это смотреть рамки тонкие кнопки больше и по ним проще попадать пальцем сам интерфейс переработан для соответствия большей диагонали 45 миллиметров для мужской руки теперь прям как надо различия не такие очевидные как это было между 3 и 4 серии но все же они заметны единственный минус который есть у нового дисплея это искажение цвета на гранях о которых говорю в прошлых видео если использовать полноэкранный циферблат цветным фоном то выглядит это не очень под углом но черный фон понятно дело убирает этот недостаток скругления экран стал ярче во всех режимах а я люблю когда поярче но все это регулируется автояркостью так что в разных условиях освещения дома или на улице это улучшение возможно не будет так очевидно относительно прочности нового стекла пока что сказать нечего но за два месяца не появилось ни одной царапины даже микро с прошлыми поколениями у меня не было ситуации когда часы падали или встречались чем-то твердым но микроцарапины все равно рано или поздно появлялись от контакта с одеждой возможно конечно два месяца это слишком мало но хочется верить надежность доработанной защиты дисплея есть еще увеличенная скорость зарядки часы наполняются энергией на 33 процента быстрее и очень шустро набирают 80 процентов всего за 45 минут будет актуально если вы спите с часами или забыли поставить на зарядку на ночь работает только с новым кабелем который идет в комплекте и губиком 20 ватт но даже без него apple watch заряжаются достаточно шустро на сутки заряда хватает без проблем с большим количеством уведомлений а дальше уже зависит от вашего режима эксплуатации в общем-то серия 7 получились не глобально выдающиеся и революционные но просто отличные часы конечно я рассматриваю это с точки зрения владельцев четвертой пятой или шестой серии если у вас третья серия или что-то из первых поколений то это просто конечно небо и земля опять же на вкус и цвет но я не в восторге от новых расцветок корпуса версия space grey больше недоступна и все что вы можете купить из темных вариантов это midnight он же темно-синий конечно есть space black титановые или графитовые стальные но ценник у этих версий в наших краях вообще неадекватные для такого устройства как умные часы и даже можно смириться с высокой ценой но проблема в том что сталь и титан очень сильно теряет цене на вторичном рынке уже через год по сравнению с алюминиевой версией и apple watch это не то что вы будете носить вечно ведь неизвестно что выпустят интересного в следующем году кстати как советовал один известный блогер я пытался купить версию жир мес но без ремешка чтобы понятно дело сэкономить в том самом одноименном магазине в дубай мол но консультанты магазина любезно предложили приобрести весь комплект и только с ремешком примерно за тысяча пятьсот пятьдесят долларов а если не хотите то также любезно они предложили проложить маршрут до ближайшего магазина сиоми где говорят таким нищебродом как ты и место кто не в состоянии покупать наши ремешки за 400 плюс долларов говорят вас хитрожопых стало слишком много так что отдельно больше не продаем команда пришла сверху а совершенно не хочется менять свой браслет на кожу или текстиль так как это одно из немногих приобретений с логотипом apple от которого я испытываю эстетическое удовольствие уже несколько лет и о покупке которого кстати не пожалел ни одной минуты не обладаю обширной коллекцией ремешков у меня их всего три при этом один стандартный силиконовый для спорта или бассейна а два других из нержавеющей стали к моему сожалению выбор оригинальных ремешков из нержавеющей стали всегда ограничивался двумя моделями миланский сетчатый и блочный браслет когда первый раз увидел во время презентации в 2015 году блочный браслет у меня тут же появилось желание приобрести часы именно с таким ремешком но потом я видел цену и желание почему-то пропало сегодня эту штуку официальном магазине стоит 37 тысяч российских рублей или ровненько 500 долларов немного дешевле чем сами apple watch 45 миллиметров с корпусом из алюминия со слов apple браслет изготовлен из той же стали что и корпус часов с алмазоподобным углеродным покрытием а на создание одного такого аксессуара уходит почти девять часов основной фишкой кроме понятное дело цены является складная застежка и механизм фиксации пластин браслета чтобы снять часы нужно нажать на две кнопки по бокам а чтобы разобрать браслет на каждой пластине есть небольшая кнопка аксессуар на самом деле неубиваемый из два года появилась только парочка мелких царапин и на некоторых гранях облезло покрытие из-за трения корпус макбука когда печатаешь легко разбирается прекрасно моется в теплой воде и после этого выглядит опять как новый из минусов кроме царапин что вполне логично могу отметить механизм застежки если надеть свитер и куртку с плотным рукавом то эта штука может случайно расстегнуться а вашу собственную руку часы конечно не упадут с руки но за эти деньги ну как-то такое в остальном если вы все-таки приобрели такой браслет вам нужно только переставлять его со старых часов на новые и надеяться что в капертино не придумают новый тип крепления ремешков что в принципе я и делаю в недавнем интервью эванс хэнки вице-президент apple по промышленному дизайну заявила что совместимость новых ремешков со старыми apple watch является одним из ключевых параметров на этапе проектирования каждый раз когда инженеры совершенствовали дизайн apple watch они старались сохранить обратную совместимость что было немалым подвигом поскольку дисплей с годами только увеличивался миланский сетчато использую не так часто но проходил конкретно с этим ремешком почти три года разве можно по нему сказать что его носили каждый день течение трех лет вот в этом и вся фишка стальных браслетов за это время немного износилась резинка на застежки но все же ремешок эксплуатировался каждый день длительное время современная интерпретация плетения изобретенного в милане в конце 19 века сетка из нержавеющей стали произведенная на специальном итальянском оборудовании изящно облегает запястье только за это описание на сайте apple можно заплатить пару тысяч рублей раньше если мне не изменять память миланский браслет стоил дороже но сейчас 8 900 российских рублей или 120 долларов что считаю вполне адекватной ценой за эту штуку да может быть выглядит уже попсово так как китайцы и сторонние бренды штампуют свои вариации на тему в больших количествах но по надежности и удобству отлично за свои деньги одним концом браслет вставляется в крепление на часах а второй магнитный и можно подогнать ремешок под любой размер руки несмотря на то что он плотно прилегает к руке кожа не потеет под браслетом я думаю понятно почему если вы обладатель естественной защиты от холода в виде обильного шерстяного покрова плетение оригинального браслета не пытается сделать вам эпиляцию при эксплуатации в отличие от недорогих аналогов в общем если советовать покупки оригинальный блочный браслет который стоит сотни американских денег я не могу это конечно круто но не все оценят стоимость то 9000 российских рублей за оригинальный миланский браслет это прям хорошо отличный подарок для владельцев часов я считаю оригинальные аксессуары в любом случае нравится многим но не каждый пойдет самостоятельно в магазин за этими штуками и стоит понимать что аксессуары из нержавеющей стали не годятся для занятий спортом это просто удобно и красиво но для спорта есть стандартный силиконовый ремешок из комплекта относительно покупки новых часов если вы хотите получить какой-то новый опыт от ваших apple watch если конечно они у вас есть то приобретите какой-нибудь классный ремешок или браслет впечатление от использования будет однозначно больше чем немного увеличенный экран яркость или скорость зарядки спасибо что посмотрели этот ролик надеюсь было интересно если уже приобрели series 7 можете поделиться пожалуйста вашими впечатлениями в комментариях а мы с вами видимся в следующих видео всем пока